Далее мы с вами переместимся через некоторое время в сооружение, которое я всегда испытывал какой-то интерес. Это мосты, поскольку Санкт-Петербург имеет огромное количество рек, больше 60. И гигантское количество мостов, там несколько сотен. Начнем мы свое путешествие с самого первого моста, которое, как историки говорят, это был самый первый мост. Поэтому все сами увидим. Ну а сейчас пойдем посмотрим, что за домик. Ну вот мы прибыли с вами в одно из самых, наверное, известных мест в Санкт-Петербурге, Стрелка Васильевского острова. Сейчас туристов совсем немного, скоро их будет очень много. Сзади меня находятся растральные колонны. С этой стороны, я вам сейчас покажу, вы увидите, это Держевой мост, самый посещаемый. Дальше это набережная, по которой мы поедем. И вот справа находится наш основной объект для исследования. Это точка так называемого начала Санкт-Петербурга. Это Петропавловская крепость. Ну и Заячий остров. Что первично, что вторично, сложно сказать. Ну, то, что это многоконечная звезда, то, что это крепость, ну, мы сами все увидим. Ну вот люди из Бангкока. Фотографировались, снимались, выходили на лед. Обратите внимание, практически нет туристов. Очень мало. Все дело в том, что сезон еще не начался. Но для нас всегда есть сезон, потому что мы знаем время, когда здесь быть. И те места, где нужно быть. Поэтому вне зависимости от времени, лето, осень, весна, мы прекрасно, жители Санкт-Петербурга, знаем, когда ехать, куда ехать, что посмотреть. И когда сделать снимки, которые не будут затмены людьми еще каким-то. Ну вот когда вы такое видите, да? Вот это место здесь, в праздники, вообще тут не то, что не подойти даже. Сейчас он абсолютно свободный, никого нет, гуляй, не хочу. Наслаждайся и чувствуй, почувствуй это место. Почувствовать его можно только когда вокруг тебя нет, без лишних наблюдателей. Это основное правило. Потому что они отвлекают. И вот здесь можно проникнуться этим местом. Что-то для себя новое открыть. То, что вы не прочтете, а именно сами почувствуете. Очень интересный мост. Мы про него будем разговаривать. Снимем там, все покажем, какие события происходят. И сейчас, и в старину, которые проходили, когда он построился. Но сейчас наш путь ведет через Биржевой мост. Самый посещаемый, да, наверное. На Петроградскую сторону. Сейчас она называется Петроградская сторона. Вообще, это остров назывался Березовый. Ну вот мы находимся с вами. Мостик этот называется Кронверский. На самом деле, два вот этих моста. Мы идем к Иоанновскому. Ну, а этот Кронверский. Видите, он деревянный. Мы сейчас видели, как по нему автобусы ездят. Но достаточно крепко усиленный. Мы сейчас попробуем на ту сторону перебраться. Заодно посмотреть набережную Петропавловской крепости. Посмотреть пляж. Ну, и почувствовать это место, чем оно дышит вообще. Мост деревянный, видите. Абсолютно деревянный. Каналом все это отделено. Вся эта конструкция крепости. В случае нападения врага предполагалось, что эти мосты просто сжигаются. И уже никто не сможет перебраться на ту сторону. Ну, здесь, видите, рядом МЧС. Спасатели на воздушной подушке. Отсюда видно прекрасно стрелку Васильевского острова. Уточек кормят все. Ну, вот мы с вами находимся на выступе Петропавловской крепости. Внутри вне ее стен. Народу никого нет. Можно спокойно пройти. Все посмотреть. Я думаю, что через месяц здесь будут толпы народа, когда потеплеет. И, соответственно, уже условия будут другие. Сегодня ветрено очень. Лед стоит. Выход на лед запрещен. Здесь рядом МЧС. Перетолеты летают. Можете сами все посмотреть. Как это выглядит. Как это выглядит. Мы перед вами, перед Стеллой, которая говорит, что исторический центр Санкт-Петербурга, связанная с ним группа памятников в соответствии с Конвенцией об охране семейного культурного и природного наследия. 12 декабря 1990 года включен в список семейного наследия ЮНЕСКО. Включение в данный список подтверждает выдающуюся универсальную ценность объекта культурного наследия, который заслужит сохранения на благо всего человечества. ЮНЕСКО. Много слов красивых. Ну, место само по себе требует сохранения. Вот о чем речь. Поэтому, наверное, так и есть. Еще один план Петерпавловской крепости, чтобы вы видели. Я снимал во многих местах эти крепостные стены. И в Греции тоже. Ровная конструкция. Большие блоки. Гранит. Еще какие-то вещи. Сверху такая интересная балюстрада. Никаких целей она. Мы находимся перед Бастионом. Здесь табличка. Бастион Трубецкой. 1785 год. Ну, во всяком случае, табличка говорит об этом. Одет камнем. Примператрица Екатерина. 1785 год. Проходили мимо цилиндрической, такой сферической конструкции. Она расползалась в разные стороны. Но назначение ее тоже странно для меня. Сверху вы видите наблюдательный пункт. Здесь наблюдается уже группа экскурсантов, студентов. Они двигаются вдоль стены. Летом здесь купаются. Пляж. Сейчас выход на лед запрещен. Поэтому мы не будем искушать судьбу. За стеной находится Петропавловский собор, где могилы царей. У меня всегда возникал вопрос, что скрывает эта стена, зачем она была создана, что она охраняет. Монетный двор, правительство, еще кого. Вопросы пускай останутся без ответов. Бастион стоит. Стена. Видно, что построена не сейчас. Возраст определить мне не представляется. Я не историк. Ну, построена интересно. С углублениями. Углубления явно для пушек. Бастион он. Есть бастион. Сегодня солнышко. Зашедшее. Для съемок хорошее время. Но я сегодня взял камеру с разряженными аккумуляторами. Потом снимаю только айфоном. Ну, ничего страшного. Видно в лицовку. Дальше кирпичная стена. Дальше кирпичная лицовка. Мойница видна. Мы огибаем этот бастион. Уходим от стрелки Васильевского острова. Перед нами открывается вид на мост. Мост это не литейный. Это бывший кировский мост. Теперь он троицкий. Мост действительно очень красивый. Дальше. Бастион императрицы Екатерины Алексеевны. Один камнем при императоре Екатерины. 1780 года. Здесь очень сильный ветер. Ну и выходим на следующий бастион. Там уже люди. Поэтому посмотрим. Не случайно я говорю, что от течения сейчас опасное время для льда. Выход на лед не просто так. Видите, лед обломался. Он давит своим весом. И здесь уже полынья. Не рекомендовал бы тем китайцам дойти дальше. Но здесь видно, что глыба льда выдавлена потоком. Воды. И вышла на берег. Поэтому там уже вода. Туда ступать нельзя. Хотя кажется, что все нормально. Подошли к следующему бастиону. Прошли мимо толпы туристов. Которые сейчас около Невских ворот. Их очень много. Внутрь мы туда не пойдем сейчас. Не стояла цель. Я стояла цель обойти. Ну вот сейчас спускается вертолет, я вижу. Здесь часто делают вертолетные экскурсии. И вертолет садится прямо с Петербаловской крепости. Облетает город и садится обратно. Очень много туристов из Юго-Восточной Азии, Китая. Вот вы видите, вертолет заходит на посадку. Садится. Мы двигаемся дальше. Надпись о том, что проход опасен для жизни. Возможно обрушение гранитных блоков. Ну, видно, что они ползут во все стороны из-за вибраций. Хотя вот эти замковые камни, ну, там вставлены железки. Видно, что-то они пытаются замерить, посмотреть. Следующий бастион, к которому мы пришли, это бастион государя-императора Петра I. Одет камнем императорицы Екатерины. 1883 год. Блоки большой велесины. Правда, нижние блоки почему-то мне показали, что они приставлены потом. Может быть, это ошибочное мнение. Вот такова конструкция. За небольшое время мы обошли практически всю часть этого сооружения, которое выходит на Неву. Одна вывеска. Абразура огневой точки сентября 1941 года. Эта стена уже восстановлена. Покрыта кирпичом облицовочным. Покрашена все это в красный цвет. Ну, здесь видно балка, укрепление. Абразура заделана. Кирпич, кстати, старый. Ну, вот мы с вами подобрались наконец-таки к мосту. Целью которого у нас была это Иоанновский мост. Он уже считается первый мост, соединяющий Березовый остров и Зайчий. Изначально он был деревянный. Потом, в начале 19 века добавились каменные пролеты. Добавились усиления всевозможные. Потом практически сделали круг. Вышли через ворота, в которые пускают туристов. Мы находимся на мосту Иоанновском. Он же Петровский. Первый мост Санкт-Петербурга. Перед нами Петропавловская крепость, собор Святого Петропавла. С обратной стороны Петроградская сторона или Березовый остров, как его раньше называли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Иоанновского. Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Иоанновского. Субтитров А.Егорова На этот мостик. Ну вот мы вернулись с того места, где начали начало Петропавловского Зайчьего Собора. Зайчьего острова, Трелковосевского острова. Снег повалил, значит весна затягивается.